Мария, Шамат, Макгрегор. Имена яхт такие же разные, как и сами судна. Катера и парусники со всего мира в очередной раз собрали во Владивостоке для ежегодной международной выставки Боат-шоу. Девятое по счету мероприятие в этом году стало частью Тихоокеанского туристского форума. В связи с этим здесь появился девиз «Море не разделяет, а сближает». В ходе туристического форума мы смогли даже показать, вот пожалуйста, вот швейцарская яхта, которая пришла сюда. Они неоднократно проходили и швейцарцы, и японцы, и корейцы. И это, ну вот, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы, но граница открыта, и мы начинаем принимать гостей, желающих много. Уникальное мероприятие для Дальнего Востока позволяет взглянуть на новинки морской техники, поучаствовать в различных конкурсах, ну и, конечно же, оценить красочные яхты. В этот раз похвастаться своими парусами приехали особые гости – швейцарские путешественники. Семейная пара привезла к берегам Владивостока 37-футовую яхту «Шамат», название которой переводится как «Сильное сердцебиение» – подходящее название для судна, преодолевшего половину мира. Мы уже почти 10 лет плаваем по миру, и идея была в том, чтобы отправиться в путешествие туда, где мореплавание не так популярно, как, например, в США или в Австралии. И вот мы здесь, на востоке России, очень интересный город. Собираемся также посетить Находку, Ольгу, а потом продолжить курс на Аляску через Сахалин. Основная задача мероприятия – привлечь внимание к морскому стилю жизни. Просто красивых яхт для этого было бы недостаточно. Нужно ощутить все прелести мореплавания на себе. Именно поэтому ежегодно в рамках выставки проходят и любительские соревнования, в которых любой желающий, даже ни разу не бывавший на судне, может попробовать стать настоящим яхтсменом. Многие люди из тех, кто пришел сначала на любительскую регату, потом ходят на несколько таких регат, знакомятся с людьми, и потом бывает так, что их приглашают уже в постоянные спортивные экипажи, и они участвуют в соревнованиях. Либо у кого есть возможность, они как-то там приобретают свои лодки со временем и становятся полноценными яхтсменами. Международная выставка будет идти в течение трех дней, за которые участники успеют провести различные тест-драйвы, регаты и розыгрыши призов. Церемония закрытия и подведения итогов состоится 21 мая в 17.00 на базе яхт-клуба «Семь футов». Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.